Девчонки, утро у нас, вторника, я иду сейчас по делам. У нас вот такие шперы, целиком комнату собрали и выкинули, в общем, и даже ковёр. Девчонки, хотела вам сегодня рассказать такую вещь. У нас в Германии люди, когда чихают, я сегодня просто ОРТ смотрела, и там был обзор, как правильно чихать. Я думаю, блин, даже вот в элементарном чихании есть какая-то разница. Здесь детей из детского сада, начиная с детского сада, учат, как правильно чихать. Никто не чихает, вот так закрывая рот, чтобы не попаяла слюна и все микробы вам на руки, потому что вы этой рукой открываете двери, здороваетесь с людьми и так далее. Берёте какие-то документы и прочее, и прочее. Поэтому здесь детей из детского сада учат чихать вот так, чтобы, во-первых, микробы не разлетались, это как марлевая повязка. И, во-вторых, в принципе, вас за локоть никто не хватает, и вы не разносите эту инфекцию дальше. Так что даже вот в такой элементарщине есть очень большая разница, и также в разносе инфекции. Если вы чихаете в рукав, вот получается, в локоть, то инфекция остаётся только в вашей ткани, и вы, придя домой, допустим, снимая одежду, вы её постираете, и всё. И фактически ваши микробы не разлетятся по комнате, не передадутся с грязными руками другого человека и так далее. За вот эти полтора месяца, которые наш папа находится в реабилитационном центре, вы не поверите, у меня было только максимум 3 или 4 дня рабочих, да, ну я имею в виду рабочую неделю, из рабочей недели, с понедельника по пятницу, только среда, 4 или 5 сред, которые я никуда не ходила. Кажется, вот я сейчас сижу дома, и фактически нифига не делаю. А в итоге получается так, что я прихожу только к тому моменту, когда Герочка из садика надо забирать, либо даже позже. Вот вчера я домой пришла после двух часов, и Элизабет сама забирала Герочку из садика. И фактически кажется, ну вот сиди и радуйся, и развлекайся. Ещё дня не прошло, чтобы я куда-то не шла, что-то там не делала, какие-то термины не имела, и в общем расслабиться не приходится, даже если я не работаю и не учусь. Итак, девчонки, ситуация, значит, у меня такая. Я сейчас была, вчера была в джоп-центре, в Арбайтсамте. Они сказали, что этот год вы просто сидите на вашей КОБе и радуетесь. Говорит, к нам вы сейчас отношения не имеете, так как вы не без работы. Короче, я сейчас вешу между небом и землёй, будем так говорить. Вот, потом, значит, наша КОБа предложила мне поставить антрак по уходу за моим мужем, чтобы я была как флегерин. Как это правильно сказать, я не знаю. В России такого нет, как нянечка может быть, ну что-то такое. Вот, я сегодня в 7 часов 30 минут имела термин там в центре города и разговаривала с работницами АОК-кассы. Я решала два вопроса по поводу антрага по уходу и второе по герочкиным тапочкам, обуви. Но я точно сказать не могу, что именно они будут делать. Я сказала так, что, во-первых, эта работница спросила, что там внутри должно быть. Я говорю, вы меня поймите правильно, мы эту обувь ни разу не заказывали, это первый раз. Я говорю, во-первых, разница у него ножки, у нашего герочки разные, одна длиннее другой, и там специальная обувь должна быть. И плюс ортезы. Ортезы это такая фигня, пластиковая. Я приду домой, я уже обещала это все заснять, но я приду домой, я так думаю, засниму это все дело, потому что реально это интересная тема. В АОК-кассе точно так же меня спросили, говорит, блин, как они хоть выглядят, эти ортезы, вы объясните на словах. Я говорю, ну, пластиковая такая тайль, как сапог, и он вставляется еще, смотрите, как убирают сено, которое вчера скосили, оно подсохло, и его теперь вот так и загребают на подобии грузовичка. Ну и вот, ребят, смысл таков, что вернемся к ортезам. Ортезы выглядят как пластиковый сапог, который плотно не дает ноге вообще сдвинуться с места, качаться и так далее. Но он нам сделали неправильно его в первой фирме, и получается так, что нога на том месте, в котором сломано было, есть шанс опять благодаря этим ортезам поломать, потому что они не гнущиеся и очень, в принципе, опасны. Вот такие дела, ребят. Сейчас я домой приду, все-таки засниму, как выглядят ортезы и вот эти специальные обувь под ортезы. Получается, пластик одевается на тело, на уличную обувь. Будем так говорить. Это обувь, она широкая, чтобы пластик вошел в нее вместе с ногой. Красиво, сейчас сзади покажу. Вон там все оранжево-рыжее такое. И варбайтсамте, значит, заполняют на меня какой-то большой формуляр, но не как на безработную, а просто как человека, который будет стоять на учете в государстве, в государственное гражданство. она написала, что я по национальности казашка. Я думаю, круто! Ну вот такие нюансы. И эта ситуация мне напомнила тот момент, когда я была, наша семья была в России. Мы хотели там, значит, кое-что, может быть, поселиться там, купить и так далее. Сейчас вам балкончик один покажу. Смотрите, какой крутой. Вся косячины наставлены. Вот, это домики для птичек. Ну и вот, вернемся, значит, к России. И там была такая ситуация, когда мы приехали в какое-то село, там, богом забытое, в Новосибирскую область. И там все село пришло на нас поглазеть. Говорит, блин, казахи приехали. Говорит, пойдемте, посмотрим. Все село пришло. Встала вот так у дверей. Каждый хотел глянуть, как выглядят казахи. Ну вот, ребят, я как самый, наверное, яркий представитель казахского народа выгляжу вот так. Сегодня у нас дождливо. Я Герочку увела в садик и сразу же оттуда отправилась в центр города. На автобусе. Это за все время. Первый раз я на автобусе поехала решать вопросы какие-то. Обычно я хожу пешком. Иногда с вами разговариваю, снимаю видео. А иногда просто иду, наслаждаюсь природой. Потому что осень это волшебная такая часть жизни. Вот значит, ребят. И я там забыла у Герочки в детском садике зонтик свой. Пришлось мне зайти в Росман и купить другой зонтик. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Я сама не знаю, как им еще пользоваться. Вот в Росмане он 5 евро или 6 стоил. Что-то такое. Он автоматический. Я его не открывала даже, не проверяла. Потому что знаю, что здесь качество очень хорошее. Вот так как-то. Я купила, значит, в Росман зашла памперсы Герочки и большую упаковку туалетной бумаги. Так как и здесь туалетная бумага в окружающих нас магазинах дороговато. А там большую упаковку, такую двойную, 24 штуки что ли там внутри, можно купить за 5 евро. Это выгоднее, чем покупать там 12 штук, что-то такое. Так как к нам приезжает наша мама, вы уже знаете, вы уже в курсе. И получается так, что сейчас мне надо найти, будет или нам надо будет найти, не знаю я как, как это выглядеть будет, но две кровати. Потому что приезжает мама с подружкой. И у нас кровати детские, даже если Катина комната будет свободна, под потолком находятся. Бабушки старенькие туда не залезут, поэтому нам надо подумать о двух раскладушках или двух кроватях. Сейчас мы этим и займемся, как папа выйдет из больницы. Скорее всего, купим две раскладушки и пусть они стоят, ждут гостей. Меня, если видно, работают уборщики мусора. Это все происходит быстро как-то, без грязи, пыли и разбросанных частей. Все аккуратненько. Ну, как-то так, в общем. Мы уже дошли до нашего дома. На этом наш репортаж, надеюсь, закончен. Всех люблю, целую. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, не забывайте. У меня видео все спонтанные, они не подготовленные, не по бумажке, не по стиле. И не забывайте ставить колокольчик для оповещения, чтобы вам было видно, когда я выпускаю новые видео. Всех люблю, целую. Пока-пока.